И той образ предо мной всплывает По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам Тебя ищу, тебя забуду, по ресторанам Друзья, всем привет! Прямо сейчас 9 декабря 2018 года Весь мир уже увидел новую Мазду 6 Украины Уже вовсю катается на новой Мазде 6 И вот она, наконец-то, приехала к нам Где она? Да вот же она, друзья! Прямо здесь новая Мазда 6 Объема мотора 2,5 литра В ближайшее время мы возьмем на тест-драйв Новую Мазду 6 турбовую Она будет буквально на следующих выходных Поэтому обязательно подписывайтесь на канал Потому что сегодня мы знакомимся с этой машиной Смотрим, что же здесь изменилось А в следующие выходные берем турбовую И едем с вами кататься Я думаю, каждый, кто подписан давно уже на канал Знает, что сам я лично раньше был владельцем Мазды 6, которую купил в 2015 году Откатал на ней 3 года И вскоре ее продал ради проекта, скажем так Давайте зададимся вместе с вами вопросом И я отвечу на него в частности Купил бы я новую Мазду 6? Вот честно вам скажу, друзья Если бы я сейчас был текущим владельцем Посмотрев на этот автомобиль Ну, вряд ли я бы прям захотел бы Покупать его, обновляться на нее Да все потому, что я ждал концепт Ту самую Мазду 6, которую рисовали Говорили, вот она, новая Мазда 6 Ведь этот кузов, по сути, выпускается с 2012 года И многие, кто уже смотрели на него, говорят Ну, глубокий такой хороший рестайлинг Ну, никак не новая Потому что, если посмотреть на автомобиль сбоку Ну, по сути, все то же самое остается Что же у нас изменилось в передней части? Ну, обратите внимание на решетку радиатора Она стала более взрослой Вот взор автомобиля Вот раньше Мазда была такая молодежная девчонка Лет 25 Сейчас женщина, 32-35 лет Такая стала, знаешь, посерьезнее, посолиднее, что ли Сами же производители говорят Кольчуга Более серьезный статусный вид Мы стали богаче Мы стали премиальнее Оптика Уже с базовой версии у вас будет диодная оптика Красивый свет в топовых версиях Уже он будет адаптивный То есть фары будут сами вверх-вниз там поворачивать Следить за движением, за положением вашего руля Противотуманки Они переехали и стали интегрированы в оптику То есть теперь у вас здесь просто идет решеточка Хромированная накладка Все То есть морда изменилась Вот если на морду посмотреть, да, чувствуется изменение Но сказать, что это прямо вау Нет Но опять же, подчеркиваю, машина стала словно взрослее Сам кузов автомобиля остался без изменений Он узнаваемый Но здесь все действительно доработано Скажем так, все в мелочах Вот что у нас изменилось? Ну, в первую очередь, из мелочей Диски 19-й получили новый рисунок раз Клиренс дорожный все так же оставляет 165 мм 2 Усилена пружина При этом сделан больший ход подвески 3 Сама подвеска по себе переработана Ну, скажем так, доработана Если раньше Мазду всегда считали драйвовым автомобилем На котором круто погоняться То сейчас производитель постарался сделать так Чтобы можно было и погоняться И в тот же самый момент ты получал удовольствие от вождения В плане комфортности Как они говорят Доработана шумоизоляция Ну, понятное дело, что в рамках производителя Это, ну, можно, наверное, считать, что доработано Наложено больше виброматериалов Чтобы было потише в автомобиле Но при всем при этом Уже те, кто покатался на ней на дороге Все равно машина остается шумная Если, конечно, стоять в пробочках Машина будет комфортнее Когда мимо у вас транспорт проезжает Стекла стали потолще Как это было уже сделано ранее В общем, здесь маленько доработки есть Но в любом случае, я считаю, что есть смысл машину шумить по полной программе хорошо Но Как и раньше, остается консервной банкой Привод руля теперь жестко крепится к подрамнику Ранее, вот я лично сам даже, когда катался Я отмечал, что если сложить сидение И ты едешь в автомобиле Вот так вот чуть откидываешься назад Был очень сильный шум из багажника Все потому, что Был очень тонкий металл Сейчас вот здесь подкрылки сделали толще И как заявляет производитель, что теперь должно быть комфортнее Будет ли при этом комфортнее Я не могу сейчас сказать Будем проверять Но в любом случае Те нарекания, которые были, например, у многих владельцев У меня в частности Судя по всему Они действительно услышали и доработали Вы обратите внимание даже на задницу автомобиля Я неоднократно говорю Мне нравится, когда система выхлопная раздвоенная Раньше были такие маленькие патрубки выхлопной системы Ну что это было такое Сейчас они стали чуть больше Сейчас они стали более эффектные по внешнему виду Вот смотришь на автомобиль Вот купив такой Я бы точно не стал бы срезать эти банки Делать что-то новое Смотрится симпатично Вот казалось бы мелочь, да? Эстетика, но уже симпатично Фонари Это тот элемент, по которому вы можете определить новую Mazda 6 в потоке Вместе с баночками выхлопными Обратите внимание Вот сейчас сделали симпатичным с точки зрения симметрии Здесь белая вставочка Здесь белая вставочка Да, ну казалось бы Когда ты включаешь заднюю Должны загораться они обе Я так подумал изначально Но по факту все остается так же, как и было раньше Вот это вот на задний ход Это получается у нас будет дополнительный стоп-сигнал красный В багажнике ровным счетом не изменилось ничего Объем багажника остается тот же, без изменений Вот эта тряпочная подстилка, пол, тоже все то же самое Обратите внимание одно, что сейчас лежит докатка Здесь под ней лежит типа вибро-шумопоглощающий элемент Потише должно быть Но в целом металл так же голый Но при этом есть там несколько мест Где добавили, так сказать, не шумоизоляцию А вибро-поглощающий материал Чтобы было потише ехать Но с другой стороны Казалось бы, вот копеечная работа Положить хорошую шумоизоляцию Понятное дело, что производителю это не выгодно Но вот самостоятельно это сделать Я думаю, кайфанете вы точно Потому что покатался я на машине с полной шумоизоляцией И кто бы что ни говорил Тонкий металл, его не нужно шумить Это бесполезно Хорошая шумка свое дело знает Здесь у нас идет лампочка Все точно такая же лампочка, как и была раньше Толку от этой лампочки вообще ноль Потому что в вечернее время, когда темно Вы стоите, залазишь в багажник Вообще нифига не видно По-хорошему, ну хотя бы две добавите с белым светом Чтобы поярче было Так вот, она вроде бы есть Но толку от нее ноль Камера заднего вида У нее стал больше угол обзора Мы сейчас, когда сели в автомобиль Включаешь заднюю передачу Реально картинка очень большая получается Получился такой некий рыбий глаз И на парковке будет действительно комфортнее При этом дисплей стал на один дюйм больше Он точно такой же, как в новом CX-9 Но это работает Вот садишься в автомобиль Я, бывший владелец, сажусь И я прям чувствую, что он действительно больше При этом в топовых версиях пошла система кругового обзора К нам еще топовая версия на тест не попала Но я уже знаю, что система кругового обзора там говно Камеры такие, что обзорность получается тфу Ну действительно тфу Вот у немцев в этом плане, у VAGA всегда на оценку 5 баллов У японцев, ну не знаю почему, вроде бы казалось Машину серьезную пытаются сделать Но камеры поставили дешевую То есть изображение какое-то мутное, размытое Включить круговой обзор Расстроиться Очень странно, почему Mazda так делает И вот сейчас я хочу обратиться непосредственно К владельцам текущей Mazda 6 Друзья, ну вот посмотрите на автомобиль сбоку Вот если не брать во внимание диски, да Ну вы чувствуете какое-то изменение вообще сбоку автомобиля Чтобы вы могли честно сказать, что это новая машина Что да, блин, классно, я хочу ее взять Нет, ну я так по крайней мере думаю, что вы так ответите Фонари новенькие, оптика спереди новенькая Диски новенькие Морда вообще в целом новенькая Все, это то ради чего По внешнему виду можно, по идее, захотеть на нее перейти Понятное дело, что все элементы, все тонкости Кроются в деталях Покататься на автомобиле, возможно, вам понравится больше Чем ваш текущий автомобиль Вы почувствуете изменения Но в идеале это, конечно, делает тем, у кого машинки уже больше 3-4 лет Кто действительно хочет обновиться Пробег большой Кто хочет побогаче комплектацию Вариант, я думаю, будет достойный Давайте посмотрим, что нас встречает под капотом И вот вы вдумайтесь Сама Мазда заявляет Мы переходим в премиум Мы завоевываем премиум Мы такие крутые Поднимаешь А нету газоупоров Но ведь это действительно несерьезно Ну что это такое? Открываешь капот И вот тебе нужно опять за этой палкой тянуть Сколько раз уже про это говорили Что палка вообще стоит копейки Вот ты в розницу можешь за 2 тысячи купить Ее прямо домой привезут А что такое для завода купить этих газоупоров нормальных? Не знаю, непонятно Ладно Ровным счетом не изменилось ничего Но есть доработки Двухлитровые моторы Новая прошивка Стали работать чуть-чуть иначе Опять-таки с точки зрения экономии Когда вы едете на небольшой скорости Крутящий момент слегка приподняли Для чего все это делаешь? Чтобы вы как газку давали Порезче был отклик на газ В остальном же есть какие-то доработки Что-то там с цилиндрами они сделали Но прям как такового вау Чтобы ты почувствовал на себе Я думаю, ты этого не почувствуешь точно Второй момент 2,5 литра 4-цилиндрового мотора Как вы знаете До 80 км в час Два цилиндра могут включаться То же самое Это все делается ради экономии В остальном тоже Чуть-чуть до работы новые прошивки Самое главное Мотор 2,5 турбовый Который стоит на CX-9 на новых Там 238 лошадиных сил Там 420 крутящего момента Это очень круто Разгон автомобиля составляет Там 7 секунд до первой сотни Почему 7? Вот если сделать разгон 6 секунд Даже вообще чуть меньше 7 Я уверен на все 100% Что это будет геморрой для владельца Потому что с передним приводом Вы просто не сможете зацепиться нормально Вот с любого старта Со светофора захотели прокатиться Летом газку даете Будет прошлифовать Будет некомфортно Все что ниже 7 Мое личное мнение Нужно ставить полный привод Это раз 2,5 литра Раньше ехал 7,8 Теперь заявленный разгон 8,2 2 литра Раньше ехал 10,5 Теперь заявленный разгон 10,8 Но как показывает практика 2 литра в реале Едет 10,2 10 секунд Можно будет выжать Если на машинке кататься Гонять ее Давайте ей под жопу Поехать она сможет И самое главное Вопрос цены Вот сегодня Подчеркиваю 9 декабря 2018 года Впереди 2019 год НДС 20% Цены вырастут Тем не менее Вот смотрите На сегодняшний день Записал себе Мазда 6,2 литра Самая базовая версия Начинается по цене От 1,451,000 рублей Плюс сюда же Сразу плюсуем 18-32,000 за цвет Это если вы захотите Металлик Либо красный цвет Если вы хотите купить Мазду 2,5 Это примерно Топовая версия Обойдется вам 2,2,000 рублей Среднюю версию Ну естественно Вы можете найти За 1,9,000 Плюс-минус Сами смотрите Все цены есть на сайте Есть различные Доп-пакеты Какие-то вам нужны Какие-то вам не нужны Самая топовая версия Со всеми возможными Пакетами 2,5 литра турбо Обойдется вам Примерно 2,3,000 рублей И по сути Это моторы проверены Кто бы что не говорил До сих пор Прилетают мне сообщения О том что Вот скоро Skyactiv Он нагнется Я уже 3 года На машине откатал Я уже ее продал А мне все пугает Тем, что скоро Мотор мой нагнется Люди уже по 200,000 Наездили на этих моторах Бывают конечно Гарантийные случаи Они у всех бывают И ландкрузеры ломаются И что только не ломается В целом Нареканий Особо повальных На эти моторы нет Более того Даже сама Toyota Заинтересовалась Этими моторами Таким образом Можно подвести итог Что То что было хорошо сделано Стало работать По идее Еще лучше Доработали Но как это будет на деле Покажет только время И рост цен У своего автомобиля Полно И при этом Сэкономить Заказывать у него Оригинальные запчасти Приедут вам Прямо домой Ссылки все на него Оставляю в описании Человек проверенный За него можно ручаться Присаживаюсь в салон Ну знаете Вот честно Диван же я же не могу Ни вверх Ни вниз поднять Я сажусь Ну Мало места То есть Вот Как-то даже Вот реально Даже подозрение Какое-то стало Мне кажется Что больше места было То есть Я сажусь Все Потолок Прям вот Надо носить А вот Потому что У нас люк есть Поэтому Наверное Место Как бы Поменьше Что у нас есть Подогрев задних сидений Обдувы Подстаканники Подлокотники У нас есть возможность Заряжать наш телефон Две USB зарядки Все То есть Все остальное На самом деле Все как и раньше было То есть Чем-то там удивить вас Вообще нечем Передвигаться сзади Комфортно будет Друзьям твоим Девчонок прокатить На небольшой расстоянии Потому что Мазда в первую очередь Автомобиль для водителя И об этом Не нужно забывать Очень часто меня спрашивают Вот ты поездил на Мазе Ты поездил на Камре Какая лучше Вот Вдумайтесь Какая лучше Да как я могу сказать Какая лучше Все два абсолютно разных автомобиля Вот эта тачка Это драйвовая тачка Вот я знаю Когда я раньше на ней садился Выйдешь на трассу 200 Встаешь Летом Все пожалуйста Едешь Ты чувствуешь машину Влево Вправо На Камре Сколько бы я ни пытался Вот хотя бы чуть-чуть Маневрировать Но некомфортно Совсем другой автомобиль Но там очень круто Сидеть сзади Вот именно для пассажира Там класс Эта машина Я бы сказал Для какого-то руководителя Для человека Который неплохо зарабатывает По нынешним меркам В рубашечке ходит Не то что там что-то таскать Какие-то мешки Ты пришел на работу Утром Ты вот вышел из дома Сел В рубашечке Интерьер сейчас тебя приятный встретит Заехал Кофейку взял Поехал на работу Все Кайфуешь в этой машине Действительно Это приятный интерьер Среди японцев И вот я присаживаюсь В новую Мазду 6 Как бывший владелец И что я здесь вижу Ну в первую очередь Действительно Бросается в глаза Отделка интерьера Вот эта вот часть Которая идет Выглядит Серьезно Симпатично Вживую Когда садишься Приятно Дисплей стал На 1 дюйм больше Но он действительно Больше Это заметно Вот обратите внимание Заднюю передачу Включаю Покажи пожалуйста Камеру То есть Вот действительно Стал рыбий глаз То есть Обзорность Гораздо больше Ты сидишь Все видишь Даже скосы По углам Есть Это конечно же Минус Но с другой стороны Ты все видишь Обзорность Гораздо лучше Автомобиль Может быть Напичкан Всеми различными Функциями Но про которые Вы уже давным Давно знаете Так например Выезжать с парковки Кто-то слева Справа едет Запищит Едете по дороге Устали Машина вам скажет Остановись Попей кофе Занимаемая полоса В общем Все что на сегодняшний день Есть В этой машине Можно получить Но подчеркиваю Это будет в топовых версиях Точно так же как и Вентиляция сидений Круговой обзор Проекционный дисплей Полноценный Лобовое стекло У нас он идет Потому что у нас версия Не самая дешевая Это 2,5 литра Суприм С каким-то пакетом Факт в том Что машина стоит Примерно 2 миллиона рублей Вот то что вы сейчас видите Отделка салона Кожа Есть обычная кожа Есть кожа Напа Есть 3 варианта цвета Можно взять черный Можно взять белый салон Есть коричневый Коричневый на мой взгляд Самый интересный Там еще крыша идет Потолок черной отделкой Там будет свет идти Белый А здесь все идет Вот так же Как раньше лампочки То есть вот эти части Вот эта часть Нижняя Где селектор Переключения передачи Вообще ничего не изменилось Дисковод Вот эта часть переделана Управление климат-контролем Как это сделано Ну некоторые прям знают Что они на это Внимание обращают Ой как классно Да обычно Ну давайте честными Что теперь еще К климатической системе Что ли удивляться Как ее сделали О нифига себе Климат новый Я хочу покупать эту машину Нет Руль Вот руль Это реально круто Очень приятно Удобный такой Комфортный руль Маленький такой Ну погоняться На этой тачке Прям вау Я как вспоминаю Как она ехала Это блин Вот за это конечно Мазду я очень сильно люблю В частности Если бы был бы мотор 2.5 Вот когда мы возьмем С турбовой Это прям У меня большие надежды На этот мотор Интерьер да Ну интересно Сделано все это Я уже видел В CX5 например Новом В CX9 видел новом И вот знаете Есть хорошая поговорка Мелочи не имеют Решающего значения Мелочи решают все И вот про этот автомобиль Именно так и можно сказать Все вот эти вставочки Декоративные Все эти маленькие Незначительные На первый взгляд Изменения В целом Создают более Приятную картину Вот приходишь Ты покупать машину Новую Ну можно посмотреть Оптиму Кому-то нравится Кому-то не нравится И у этой машины Уже давным-давно Много фанатов Вот у этих марок Мазды Дизайн очень многим нравится Конечно Все мы с вами В большинстве своем Хотели бы увидеть Вот тот дизайн Который нам рисовали Который мы ждали Но придется ждать Еще там 2-3 года Потому что В следующее поколение Однозначно Будет меняться кардинально Ну вот на ближайшее время Покататься Я думаю Те кто купит Этот автомобиль Будут получать удовольствие Но в тот же самый момент Чтобы я сказал Что это какой-то Бизнес-класс становится Я так не могу Это просто Не дешевая машина И это чувствуется Присаживаясь В этот автомобиль Согласен с некоторыми Журналистами Которые говорят То что Блин Ну хотя бы Что-нибудь нарисовали Новое с дисплеем С мультимедией Потому что Ведь мультимедиу Можно оставить прежнюю Но сам дизайн Перерисовать И это было бы Как-то посвежее Ну знаете Даже когда вы Телефон покупаете Ходите с ним Потом раз Прошивка новая Выходит Он как-то Кажется посвежее То же самое Можно было бы Сделать и здесь Многие спрашивают Про функцию Карплей Друзья Машинка свежая И сейчас Прям с полной уверенностью Я не могу сказать Будет ли конкретно На наших автомобилях Он работать Но по идее должен Вот чтобы это проверить Нам нужен как минимум Провод Чтобы можно было Подключиться Синхронизировать телефон И увидеть Отобразится он Не отобразится Менеджеры Пока все с машиной Знакомятся Но как известно По Европе Машины катаются С карплеем Чтобы его поставить Нужен просто-напросто Блок Теоретически Даже те же владельцы Дорестайлинговых версий Как у меня Например была Вы тоже сможете Дооснащать Ваши автомобили С этой системой Карплей Она встает Она работает Но идет ли это Сразу здесь Изначально Я пока что Сказать не могу Чтобы не вводить Вас в заблуждение И вот уверен Многие хотели бы Спросить Мое личное мнение По поводу автомобиля Вот захотелось тебе Его купить Вот ты присел на него Друзья Я смогу Полноценно Ответить на этот вопрос Когда прокачусь На турбовой Мазде 6 Вот хочется Хочется Погоняться На машинке Чтобы она могла ехать А Мазда может ехать Она может держать Хорошо дорогу Вот в этом Ее огромный плюс В 15-м году Я уже сотни раз говорил Что ради этого Я только выбрал автомобиль Что он Не такой дорогой Как немцы Но при этом Так же круто едет И держит дорогу Да есть свои минусы Шумоизоляция Здесь двери стали потяжелее Вот ты открываешь Это прям чувствуется Реально Дверь прям как Солидная дверь стала Не то что раньше была Но при этом Задние двери Такие же как и раньше Легкие У нас много чего Доделанного По сравнению с ранее Выпущенными автомобилями Но к этому Ко всему нужно Привыкать Смотреть Вникать в детали Поэтому купил бы Я или не купил бы Большой вопрос Будем ждать Турбовую Мазу 6 Можно ли этот автомобиль Назвать новым Ну честно говоря Я бы не взялся Я бы назвал это Прям хороший Такой глубокий Рестайлинг Так как это и должно Выглядеть Хотелось бы больше Нового Таких видимых Элементов Чтоб кузов Маленько изменился Чтоб интерьер Больше изменился Да Он вот по сравнению С предыдущей машиной Я как владелец Это вижу Но все равно Знаешь Садишься Хочется чего-то больше Вот тут же самое Мультимедиум Можешь перерисовать Это все та же самая Мазда Только которая Стала лучше В автосалон Который мне предоставил Автомобиль Это автоспеццентр Это тот самый салон Где я покупал Свой автомобиль И за это огромное спасибо И привезли 9 машин Из которых 8 уже продано Более размазывать кашу По тарелке Здесь никакого смысла Все ясно Понятно Нет прям грандиозных Изменений На которых можно было бы Остановиться И часами это обсасывать Говорит как это круто сделано Машина стала поинтереснее Немножко Машина стала немного Когда она поедет Больше всего интересует меня Я думаю вас Потому что машину мы покупаем Чтоб не смотреть на нее А ездить на ней Поэтому обязательно Подписывайтесь на канал Как только Турбовая Мазда 6 Будет доступна Для тест-драйва Будет стоять на зимней резине Мы тут же отправляемся В город И будем говорить Только про ее управляемость И про ее ходовые качества На этом у меня пока что все Обязательно подписывайтесь На канал Пишите ваше мнение В комментарии Подписывайтесь на инстаграм Там всегда выходят Только свежие новости Как только приезжает Турбовая Тут же едем ее тестировать До новых встреч Всем пока-пока Кто-то спросит А что за фигня Тест-драйв Без тест-драйва Друзья Но машина абсолютно новая Она еще без номеров Вы сами понимаете Это официальный дилер Машину предоставляет У них С точки зрения безопасности Правильности Все как минимум Должно быть На первом месте И поэтому Отпускает меня на тест-драйв На неоформленной машине Но это неправильно И некорректно По закону Это нарушение идет Более того Машина пришла На летней резине И соответственно Кататься на летней резине Когда снегопад идет Я сам не очень хочу Но вот так Летняя резина 19-е колесики Покажи пожалуйста Дорожку Прям по зиме катимся Мягенько идем Хорошо Но с другой стороны Да Врать-то тоже нехорошо А что тут дорога ровная Дорога ровная Да еще и снежком припорошила Но не так интересно Понимаешь Два с половиной литра Не хочу Два с половиной турбо Вот Два с половиной турбо Хочу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!